в конце 80-х годов двадцатого века обострились сепаратистские процессы в абхазской автономной советской социалистической республики большая часть абхазской интеллигенции поддерживала стремление сепаратистов выйти из состава грузинской советской социалистической республики как развивались процессы в абхазском государственном университете который был одним из очагов сепаратизма об этом рассказывает тогдашний преподаватель университета грузинский историк вахтанг чанья отрывки из передачи дети сухуми ведущая на 0 анчи бадзе часть 3 моим другом был муж не ласурия который работал в книжном складе расположенном в новом районе я всегда ходил у него и он давал мне книги он был нашим студентом и я помогал ему в получении оценок однажды когда я зашел к нему он попросил чтобы я отсюда взял все желаемые книги но не касаться рукой к другой стороне там лежат какие-то связанные книги я подумал что значит слова не касаться рукой я был заинтригован почему я не должен прикасаться книгам боже прости мне прегрешение я украл одну книгу я спрятал книгу в штаны застегнул костюм и сказал ему что уже закончил понятия не имею что я украл но я знаю что я украл что-то важное я тогда не был женат и проживал на улице агирба от того склада до моего дома у меня было сильное желание узнать что я украл зашел домой и достал книгу я смотрю что это история армении аванеса драсханакерцы издательства и ревана под редакцией академика сурена тиграновича и ремяна крупнейшего специалиста по древнеармянской истории я удивился что там было так много книг и мне почему-то запретили брать одну книгу я знал что драсханакерцы армянин но не так обратил на это внимание и начал читать книгу я остался с разинутым ртом от удивления дело касается отношений царства абхазов с армянами там царь константин и другие абхазские цари упомянуты 17 раз и там написано таким образом эгерское царство эгерская страна эгерцы то есть для армянского историка который был современником того периода абхазия это мигрелия оставим эгерское царство поскольку есть и царство абхазов но он пишет эгерцы то есть для него абхазы и герцы мигрелцы одно и то же и поэтому эту книгу не продавали в университете состоялась конференция мы сидим и выходит рауль ханели он прочел лекцию именно об этом оказывается он защитил диссертацию на тему армянских источников по абхазии кстати что он защитил я не знаю он не напечатал диссертацию в книжном варианте видимо знал и боялся что грузины разгромят его научную работу рауля кибеевич ханелье видный абхазский историк и общественный деятель кандидат исторических наук профессор в 1962 году стал аспирантом института истории академии наук армянской советской социалистической республики в 1967 году защитил кандидатскую диссертацию тема диссертации политические взаимоотношения абхазского царства и царство армянских багратидов в девятом десятом веках в 1982 году стал заведующим кафедрой истории советского союза сухумского государственного университета автор более 60 научных работ на конференции вышел рауль ханелье и прочитал лекцию он сказал что есть такой армянский историк который везде говорит о царях абхазов там сидит мурман берия я написал записочку ему господин мурман у меня есть эта книга а там написано кое-что другое получил ответ от него немедленно беги домой и принеси эту книгу я поймал такси и очень быстро пришел домой забрал книгу и вернулся обратно берия посмотрел на меня я подтвердил что книга у меня в книге у меня все было подчеркнуто он закончил а я поднял руку и попросил право задать вопрос рауль ханелье раздражался что за вопрос у тебя я ответил что хочу что то сказать и взял эту книгу в руки он посмотрел на эту книгу и позеленел на лице он спросил откуда ты достал эту книгу я же не мог выдать ласурия и ответил что выписал эту книгу и прислали ее мне из еревана тогда так выписывались книги в книжных магазинах и что ты хочешь спросил мне рауль ханелье я ответил что хочу выразить свою позицию по поводу его выступления он сказал нет не нужно я уже завершил тогда рассордился мурман берия и потребовал предоставить мне слово там сидели студенты примерно 50 детей и я выступил я прямо прочитал им что говорят о царях абхазов константине георгий что они мигрелы как вы думаете какая была реакция по отношению ко мне я сос адами и зураб по паскире в нашем университете старались чтобы не было ненависти среди абхазских детей и доносить до них правдивость я говорю о нашем университете а ведь в тбилиси были великие ученые и естественно мы читали их книги и распространяли их идей мы говорили студентам вы абхазы сыграли огромную роль вы объединили грузию вот баграт 3 абхаз по материнской линии создал единую грузию и был похоронен в беде в вашей эпохе были написаны эти книги царь георгий был покровителем величайшего книжника и гимнографа иоанна минчхи в чкандиде абхазские цары полностью выкорчевали греческие церквы в абхазии и далее основу грузинских церквей они способствовали развитию грузинской письменности это сотворили вы с вашей помощью произошло объединение грузии с вашей поддержкой установилась величайшая грузинская культура в западной грузии все это ваша заслуга заслуга абхазов то есть ваша заслуга заслуга современных абсуйцев а в ответ на это абхазские студенты говорили мне следующее нет мы не имели ничего общего с грузинами это все ложь я хочу завершить а психологии квартиранта вот спорим мы с гурамом гумба он был невыносимым и по сей день такой гурам джотович гумба видный абхазский историк доцента абхазского государственного университета в 1988 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук в институте истории академии наук армянской советской социалистической республики тема диссертации расселение войнахских племен по ашхара цвецу область научных интересов история и культура абхазского народа история и культура народов кавказа историческая география кавказа мировая и региональная политика автор более 50 научных работ по истории абхазии и кавказа концу 1980-х годов гурам гумба стал членом народного форума абхазии аид гилара принимал участие в создании и деятельности конфедерации народов кавказа представляем отрывок из выступления гурама гумба где он говорит о возможности начала войны абхазами в том случае даже если госсовет грузии не послал бы войска в абхазию сухуми 2013 год национальная освободительная война если бы грузия госсовет грузии даже если не послал бы войска в абхазию борьба продолжалась но бы начали бы если нужно было войну за свое освобождение и установление своего незамисленного государства это борьба продолжалась на протяжении вообще вот последних 60-х 70-х 80-х годов это момент это она приняла вооруженную форму борьбы 92 93 наша борьба абсолютно независимо от позиции грузии что она делала и вот спорим мы с гурамом гумба я спрашиваю ли он 2 царь абхазов исторический источник матьяне карт лес и то есть летопись карт ли пишет о нем что ли он назвал себя царем абхазов ли он царь абхазов переносит столицу в кутаиси что тогда получается что он целенаправленно ведет свой народ грузинизации вот тут находится она копия почему он переносит столицу из-за накопии в кутаиси что он хочет в кутаиси кутаиси центр грузинской культуры там проживают грузины почему он переходит в кутаиси объясняй мне логически вот сидим мы и спорим об этом это одно когда ты гордишься леоном вторым и за убийство грузин награждаешь абхазов наградой имени леона второго который создает единую грузию но имеешь ли ты в фольклоре какую-нибудь информацию о леоне втором существуют книги существует книга сергея зухба об абхазском фольклоре перевод сделал тимурас гванселадзе существуют книги шаты салака и существуют книги кудрявцева все изучено леона второго вообще не знает абхазский фольклор не имеет понятия кто он такой абхазский фольклор не знает ни царицу тамар не давида строителя хотя давид строитель царица тамар лаша георгий часто приезжают в абхазию они идут на охоту решают там дела а фольклор не знает ничего как это так я побывал на северном кавказе в ингушетии чечне все знают царицу тамар весь кавказский фольклор знает кто давид строитель царица тамар вахтанг горгасале почему эти не знают ничего когда источники прямо пишут что они несколько раз пребывали там почему не знает абхазский фольклор кто такой давид строитель царица тамар лаша георгий почему абхазский фольклор не знает леона второго создателя царства абхазов скажем что царство абхазов это чисто абхазское государство но абхазский фольклор почему не знает кто он такой это как конечно абхазский фольклор не знает потому что тогда они не проживали там, поэтому и не знает. Естественно, они тогда не проживали там, иначе куда пропала эта информация? У них не было письменности, но фольклор не знает ничего. Абхазский фольклор начинается с 17 века. До этого они не имеют никакую информацию о своей истории. Мы ничего не знаем об их истории, но это не наша вина. Возьмем топонимику. В Абхазии историческая топонимика, начиная с древних времен до первой половины 17 века, абсолютно картвельская, то есть мигрело-сванская. Так что есть этот момент. По психологии квартиранта нет другого выхода. Он должен уничтожить либо присвоить, в противном случае он не обоснуется на этой территории. Во всех историях это всегда так и было. Это не только в нашей истории. Также были турки в Византии, также были англичане, ведь вы знаете, они истребили индейцев. Ничего нового не сделали Абхазы, чего не делали другие народы, но что они от этого выиграли. Как Абхазы будут в выигрыше, когда нация не размножается. В боях погибло примерно 8 тысяч Абхазов. Это страшно для маленькой, 80-тысячной нации. Молодежь уезжает в большем объеме, экономика полностью разорена. Посмотрите на город Грозный. Путин разрушил, но как построил. Абхазию никто не строит. Деньги не вкладываются, нет никакой перспективы, что кто-то туда деньги вложит. Все боятся, поскольку никто не знает, что будет завтра и послезавтра. То есть, там перспектива нулевая. Есть только эта независимость, больше ничего. Абхазский язык не развивается, дети уже не знают абхазского. Тогда они изучали абхазский язык на зло нас, а сейчас нас нету там, и разумеется, больше не изучают язык даже на зло нас. Умерло абхазское языковедение, также наука и культура. Не существует ничего. У них только идея фикс, что мы независимая страна. Но Абхазия это моя историческая земля, что подтверждается источниками. Почему я должен отказаться от моей исторической земли? Неужели только потому, чтобы абхаз осуществил национального самосознания и образовал независимое государство, за мой счет и за счет моей истории? Это исключено. Это не случится никогда. Мы, грузины, никогда не признаем независимость Абхазии. Это моя историческая земля. Это моя культура. Это моя история. Да, ты пришел в 17 веке, поселился здесь и имеешь автономию. Развивай свой язык, культуру, но я не дам тебе мою историю для твоего самосознания и получения независимости. Никто этого не делает. У нас, грузин, есть что-то гениальное в характере. Мы ни у кого не отнимаем ни пяди земли. Мы пропитаны христианской религией. Мы не хотим нечего, что принадлежит другому, но нашу землю мы не уступаем. Не обязательно начинать войну, но на идеологическом уровне в мире всем должно быть известно, что Абхазия, Таакларджетти, Лазистан, Саингила, Лори и Алаверди – это наша земля. В 1989 году еще больше обострилась ситуация в Абхазском государственном университете. Впоследствии противостояние грузинской и абхазской сторон Абхазский государственный университет был разделен по национальному признаку. Грузинская часть покинула университет. Министерство просвещения Грузии приняло распоряжение об открытии Сухумского филиала Тбилисского государственного университета на базе грузинского сектора Абхазского государственного университета. Абхазы выступили против открытия Сухумского филиала Тбилисского государственного университета и начали сидячую акцию протеста. Они требовали прибытия в Абхазию депутатской комиссии Верховного Совета Советского Союза. Начало экзаменов на поступление в филиал Тбилисского государственного университета было назначено на 16 июля. Абхазы предъявили Абхазскому обкому Коммунистической партии Грузии ультиматум о принятии решительных мер по срыву экзаменов. В противном случае пригрозили, что специально подготовленные бригады заблокируют Абком и филиал университета. Вскоре абхазы перешли к действиям. Они заявили, что не допустят абитуриентов к экзаменам и заблокировали двор первой школы имени Шата Руставели, где временно расположилась приемная комиссия Сухумского филиала Тбилисского государственного университета. Из Гудауты и окрестных сел стали прибывать абхазские группы на автомобилях и катерах. 15 июля грузины были собраны в парке имени Руставели, где они подверглись нападению со стороны абхазов, вооруженных камнями, металлическими предметами и палками. С обеих сторон летели бутылки, кирпичи и камни. Одна группа абхазов ворвалась в здание первой школы и избила членов приемной комиссии. Во время столкновений 15 и 16 июля, по официальным данным, погибло 9 грузин и 5 абхазов, около 500 граждан получили ранения. В этом столкновении был зверски убит Вова Векуа, один из лидеров грузинского движения. Представляем отрывки из видеоматериалов, которые содержат интервью с очевидцами нападения. Также показаны кадры разрушенного здания первой школы имени Шата Руставели. Субтитры создавал DimaTorzok После событий 9 апреля мы только о том и думали, что больше этого никогда не повторялось, что у нас так мало, что мы не имеем права терять своих дочерей и сыновей. Девайский человек честный, настоящий, немногословый, добрый. Он не сказал лишних слов, что все внутри этого вопроса. Вдруг именно этого человека, то есть получается, что этот человек стал общим нашим. Никого сейчас я не виню. Наоборот, я сейчас в этот день от имени своего народа приношу глубокое соболезнование и абхазскому народу из-за того, что они тоже потеряли. Из-за, может быть, не стоило этого. Началось это приблизительно около 7-8 часов. Первая партия пострадавших поступала в основном тупыми травмами, нанесенными различными предметами. Ближе уже к десяти часам стали поступать больные с огнестрельными ранениями, с огнестрельными ранениями черепа, туловища, конечности, с различными травмами. Вечером, чтобы не быть многословными, я скажу кратце вечером, начали лететь в окна. Всякие металлические предметы, камни, и с ревом, с реком, наш адрес всяким бугарникам, вся эта толпа спинулась. Окна в школе, они разбили окна и бросились в коридор на второй этаж. Начали бить. Безгожно меня били, наверное, человек 25-30. После первого удара сразу же у меня рассыпалась голова, и кровь палилась. Мне надо было глаз вбедать, только в массе. Я ворвался в класс и как мог защищался то партой, то стульями, но ничего не помогло. Они в течение 15-20 минут меня били очень сильно. В конце они, наверное, подумали, что меня уже нет на свете. Ну, среди 31-3 было абхазской национальности, остальные были все грузинской национальности. Я уверяю вас, что грузинское население никогда вооруженное нападение не совершало, ни на какое национальности, тем более на Абхазске, в которой мы живем столетиями вместе, в дружбе, в согласии. Жили. Около пост ГАИ стояли ребята вооруженные, гражданские. У кого какие оружия, там, двухстволки, автоматы, пистолеты, даже была граната. Пробили паспорта, национальности, по грузинскому страху. Но не было паспорта, не знал по грузинскому. В том числе, в Абхазе, взяли где-то, через автобусы. Держали меня 8 суток. Из 8 суток, каждые полчаса почти ребята приходили, разговаривали. У нас враг один. Зачем? Вы ходите, говорю, что отталкиваете своих братьев и ходите с русскими соединиться. Вам же, говорит, с ними, не жить. В течение года, говорит, ваши абхазцы, говорит, ни одного человека не будет в Абхазе. Здесь владела психология толпы. Я думаю, что соответствующие органы разберутся, когда в процессе следствия, кто виноват в этом, кто повинен, кто организовал это. Но вот если посмотреть здесь на карту, то, в общем-то, картина не очень-то веселая. Я сижу около своего дома, и проходит белый жигули. Без номера. И прямо ружье держит. Наши соседи там стояли. Не бояться? Как не бояться? Я старая женщина, и ружье прямо на меня. Конечно, я буду бояться. Вчера поехал за детьми, они плакали. Отец говорит, возьми меня домой, говорит, доченька, где ты умрешь, там умру. Ну да, куда? Я не могу, нервы меня не хватает, чтобы мои дети у меня дома не находятся. Ну да, куда жить, да? Поэтому наша сейчас задача изъять у обоих сторон оружие. Оружия еще много. Вот на сегодня на утро мы уже изъяли у населения, издают. Тысяча сто двадцать два ствола. Вот. Из них два пулемета, девятнадцать автоматов, шестьдесят девять карабинов, девятьсот килограмм грустящих, семь миль, и дальше будем. Но это двадцать процентов, только того, что имеют. Да, все верно. До тех пор пока в руках болотников и бандитов находится такое количество оружия, мы не имеем ни морального, ни такого права уйти. А это сейчас главный раздор и главные причины, которые в любой непредсказуемый момент может вызвать обострение с кому. Вот. Для того, чтобы был мир и спокойствие, мы есть. И никому не надо мешать. Это наш конструкционный долг. Это наша главная задача. Вот. И уж доверьте нам, и поверьте нам. Доверяем. Вот видите, мы доверяем. На вас надеемся мы. Первое. Значит, решить антигрузинскую кадровую политику. Идять огнестрельное оружие как в той части Грузии, так и в этой. Вести в Абхазскую, на территории Абхазской СССР, а это грузинская милиция. И четвертое. Наказать инспираторов кровопролития. Какими методами можно добиться этих целей? Мы добиваемся, мы и все, значит, неформальные организации службы добываемся этого мирными способами. Это митинг, демонстрация, петиция, забастовка и так далее. Я тоже успокаиваю, как могу. Но я призываю народ, чтобы оружие не брали в руки. Если они политически хотят что-то достигнуть, только вот такими мирными митингами, мирными выступлениями, забастовками и вот так. Иначе оружие для нашего народа, это губительно. Все же мы народ многочисленный по сравнению с абхазским и должны опять таки сделать шаг на уступ. Это влияние или нет, я не берусь судить, но вот такой приятный момент, который говорит о том, что на завтра после этого здесь в городе Зубдиде появились такие листовки. Это перевод грузинского. Все лица, которые используют преступные цели оружия, имеющиеся населения, будут строго наказаны и объявлены предательными. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА Обязательно наказаться на улице. Пока мы не найдем этот дракон, который хочет много головы и не будем рубить это с мяча, я не говорю, я объективно сейчас на себе ни в одну сторону, ни в двух сторон. Это надо эти люди уменьшать. Потому что нельзя какие-то вещи, которые не стоят человеческих лезерв, чтобы не использовали как их страны. Это не национальная партия. Это не политическая партия. Это обличеозная борьба людей, которым это выгодно. Кому где-то... Ну, я не знаю сейчас кому орумпировали людей, которые в этой суматохе, в этой мутной воде находят повод, чтобы отвлечь внимание от себя. И потом это переходит совершенно на другую сторону. Когда еще какие-то вещи в архиве, это не получается. Это больше похоже на привозные желания в прошлом политических и национальных. Мы многих уже зачинщиков, виновников, участников знаем. Вот. Все они получат, как по-русски говорят, по заслугам. Можете быть уверены. По преступлениям, совершенным в ходе событий в Абхазской ССР, следователями органов внутренних дел возбуждено 43 уголовных дела. Мы понимаем и сами стараемся этот процесс ускорить. Но доказать, объективно доказать истину, не торопиться, в этом деле это главное. ГОСТНОСТЕ КАНАЛ САЛИК selon aji книжная пол窄 книжной province меж augен рик мая 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 Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...